Рабочий город Тимиртау, где вместе со сталью закалялся характер лидера нации. О его вкладе в развитие города металлургов жители могут говорить часами. Юлана Чаус выслушала и расскажет самое важное. Тимиртау, 60-й степь, палатки строителей и первые высоченные трубы завода. 20-летний наш Султан Назарбаев на всесоюзной молодежной стройке. Учится строить цеха, в одном из которых потом и работает. Его родная доменная печь, сердце металлургического комбината. Он горновой, следит за выпуском чугуна. Чугун должен быть ярко-желтым, как солнце. Когда работаешь, когда чугун разливаешь, глаза тоже привыкают. И по-своему же анализу делаешь, чугун хороший или нехороший. Конечно, тяжело и жарко, температура 1500 градусов. 70-е образованный, коммуникабельный и принципиальный Нурсултан Назарбаев на партийной работе. Перед вышестоящим начальством он никогда не боится ставить самые наболевшие вопросы рабочих. По его ходатайству в Цимиртау для металлургов начинают возводить жилье, детские сады и школы. Построен стадион, бассейн и дворец металлургов. Строилось быстро. Людей было много, строилось быстро. Люди старались. Он начинал свой день и заканчивал этот день непосредственно во дворце. И сдавали при нем. Он был главным-главным приемщиком. Надо сказать, что он очень гордился тем, что появился в городе такой дворец металлургов. И даже покинув родную проходную, что в люди вывело его, он никогда не забывал город своей юности. В трудные 90-е металлургический комбинат без конца лихорадило. Рабочие не получали зарплату, инвесторы приходили, срывали куш и уходили. Крупнейшее в Казахстане металлургическое предприятие оказалось на грани закрытия. Назарбаев нашел выход. Глубочая остановка, полностью остановка. Девять раз за зиму было очень сильно холодно. Электроэнергии не хватало. Уголь не доставали. Вот когда нашлась, это инвесторы, город ожил. Но сейчас город приобрел совсем другой вид. Другой вид сейчас приобрел и металлургический комбинат. За последние два десятилетия здесь появились новые производственные линии. Усовершенствуются технологические процессы. На более эффективное и экологичное обновляется оборудование. Во многом это проводится в рамках инициированных Нурсултаном Назарбаевым государственных программ модернизации экономики, индустриализации, цифровизации производства. Мы чувствуем всегда поддержку Нурсултана Назарбаева, который во время визитов на комбинат, у него буквально горят глаза, он видит то, что происходит. Он очень четко ориентируется на территорию, и он интересуется, как живет коллектив и уровнем жизни людей, работающих на металлургическом комбинате. Это очень правильно, это очень нас вдохновляет в нашей деятельности. И люди всегда ждут с нетерпением эти визиты. Сейчас в городе по поручению Елбасы данных в ходе визита в регион прошлой осенью строятся три социальных объекта. Илана Чаус, Василий Савкин, итоги дня, Карагандинская область.